Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете об ухудшении погоды в Новосибирске, правилах выбора парфюмерии и форуме бардов в Академгородке. В Новосибирске ожидаются неблагоприятные погодные условия. По данным синоптиков, в ближайшие два дня в городе будет идти мокрый снег, а порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем будет около ноля. Однако к вечеру столбик термометра опустится до минус 10. Завтра в Международный женский день в Новосибирске также будет прохладно. Напомню, при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051. В Роспотребнадзоре в преддверии 8 марта рассказали о правилах выбора парфюмерной продукции. Рекомендации разместили на официальном сайте службы. Товар должен иметь сопроводительную документацию. По требованию покупателя продавец обязан предоставить возможность ознакомиться запахом духов. В случае необходимости должна быть продемонстрирована исправность аэрозольного механизма. Обменять парфюмерную продукцию можно только при обнаружении брака или несоответствии описанию. Вернуть товар этой категории, если он просто не понравился, нельзя. Оплатить штрафы и коммунальные счета можно будет в ломбарде. Министерство финансов предлагает расширить функции организации краткосрочных займов, чтобы они смогли работать круглосуточно и принимать платежи от граждан. Новый законопроект совершенствует существующие правила для потребительских кооперативов, ломбардов и микрофинансовых организаций. Как пояснили юристы, по закону платежный агент – это некий оператор, уполномоченный принимать платежи от граждан и перечислять их на специальный банковский счет. Так что через ломбард также можно будет вносить коммунальную плату, погашать кредиты и долги по судебным решениям, а также оплачивать налоги и сотовую связь. Но для этого каждый ломбард должен будет заключить соответствующие соглашения не только с банками, но и с управляющими компаниями, поставщиками коммунальных услуг, судебными приставами и налоговой службой. Исполнители авторской песни соберутся в Новосибирске. Культурно-исторический форум, посвященный 50-летию клуба «Бардовская песня под интегралом», пройдет в Академгородке. Эпоха 60-х, время свободомыслия и неординарных взглядов на жизнь получило поэтическое название «Оттепели». Странные люди запомнили весь этот город, Мысли у них поверег и слова поверег. И в разговорах они признают только споры, И никуда не уходят оттуда дорог. В 60-е клуб молодых ученых под интегралом жил по своим внутренним законам и даже имел собственную конституцию. После фестиваля в 1968 году клуб закрыли. Но спустя полвека на одной сцене соберутся те, кому есть что вспомнить. Авторы-исполнители – звезды «Бардовской песни» из разных городов России. Вадим и Валерий Мищуки, Алексей Ивашенко, Леонид Сергеев, Александр Мерзанян, Валентин Вихарев, Роман Ланкин, Владимир Бережков, который выступал еще на том самом первом фестивале авторской песни. По словам организатора форума, это событие для Новосибирска знаковое. Фестиваль стартует 9 марта, а первый концерт музыканты дадут 10 числа. Будут проходить еще культурные мероприятия, которые без песни мир бы был просто прессен, неинтересен. Другие можно подбирать рифмы. Поэтому мы постарались пригласить тех бардов, которые являются ярчайшими представителями своего поколения бардовской песни. Сегодня в Арцоколе Новосибирского государственного художественного музея откроют выставку в рамках международного фотофестиваля «100 чудес света. Подводный мир». В экспозиции собрана сотня уникальных кадров со всего мира. На снимках представители морской флоры и фауны. Самые большие, самые ядовитые, самые необычные существа, обитатели морских глубин и океанов. Подводный мир – самая большая и таинственная экосистема на планете. Как известно, мировой океан занимает 71 процент от поверхности земли и содержит в себе невероятное количество живых организмов. Многие из которых до сих пор остаются загадкой для ученых. И о спорте. Футболисты сибиряка сегодня проведут очередной матч чемпионата страны. На выезде наша команда сыграет против одного из аутсайдеров суперлиги «Ухты». Клубы уже встречались в нынешнем сезоне дважды. Оба раза сильнее оказывались красно-белые. Ярче остальных в играх себя проявил Сергей Покотыло. На его счету три мяча. Сейчас в чемпионате новосибирцы идут на третьей позиции. «Ухта» на предпоследнем 11 месте. Очередной матч между командами сегодня в 23.00. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете о рейде сотрудников ДПС на дорогах Новосибирской области, изменениях в долевом строительстве и фольклорном фестивале в регионе. Акцию «Нетрезвый водитель» проведут в праздничные дни в Новосибирске. Сотрудники ДПС перейдут на усиленный режим работы с 8 по 11 марта. В полиции напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав. Тем, кто попался повторно, может грозить уголовная ответственность. В ГИБДД отметили, что во время аналогичного мероприятия, которое прошло с 23 по 25 февраля, в городе выявили несколько десятков нарушителей сухого закона за рулем. А всего с начала года задержали 740 нетрезвых водителей. Деньги дольщиков застрахует государство. Новый законопроект разрабатывает российский Минфин. Согласно инициативе, граждане могут получить гарантии в объеме до 10 миллионов рублей. Поправки могут быть приняты уже летом. По мнению экспертов, этот шаг повысит доверие к сделкам долевого участия на первичном рынке недвижимости. В результате, к концу года он может вырасти на 10%. Яндекс в четвертый раз проведет контрольную по математике, что и требовалось доказать. Как и в прошлые годы, работа будет состоять из 10 задач. Но для их решения достаточно базовых знаний школьного курса. Контрольная пройдет 24 марта. Задачи можно будет решать удаленно или за партой. В Новосибирске участников примут три вуза. Чтобы написать работу в аудиторию, нужно заранее зарегистрироваться. Время проведения 16 до 17.00. Одновременно задания публикуют в интернете. Приступить к ним можно будет в любое удобное время. Но на решение все равно отводится 60 минут. В этом году тесты перевели на английский, чтобы свои силы могли попробовать люди из разных стран. Отмечу, в прошлом году контрольную, что и требовалось доказать, написали больше 20 тысяч человек на планете. В Новосибирске силы попробовали 619 участников. Новые возможности для инвалидов. Доступный театр. С помощью мобильного приложения незрячие и слабовидящие зрители теперь могут во время спектакля слушать в наушниках специальную запись с тифлокомментариями. В числе первых эксклюзивных показов для слабовидящих организаторами фестиваля «Золотая маска» был выбран мюзикл «Безымянная звезда» в Музыкальном театре Новосибирска. Это спектакль один из лидеров фестиваля по количеству номинаций национальной премии. Суть нововведения такова, что комментатор в промежутках между диалогами, когда актеры на сцене замолкают, заполняет технические паузы. Описывает происходящее, внешний вид актеров, их действия и декорации. Это позволяет зрителям с нарушением зрения составить максимально полное впечатление о постановке. Напомню, возможность послушать спектакли можно и дома. На сайте театров также доступны несколько постановок с комментариями. В Каргатском районе завершился зональный этап 10-го областного фольклорно-этнографического фестиваля «Сибирская глубинка». Свои программы на суд жюри представили коллективы из Куйбышевского, Барабинского, Северного, Доволенского и Каргатского районов. Подробности в сюжете моих коллег. Участники «Сибирской глубинки» виртуозно исполняют фольклорные произведения. В этом году фестиваль отмечает юбилей. За 10 лет не раз менялся формат, но цель осталась сохранить традиционную народную культуру. Из года в год каждый раз в положение мы включаем какие-то новые моменты. Вот, допустим, сделали такую заявку, что надо не просто спеть фольклорную песню по-правильному, чтобы один подголосок был, все басы, но и обязательно, вот последние две глубинки, обязательно, чтобы петь материал своего региона. На сцене свадебные обряды, хороводы и, конечно, песни, как отражение самобытности малых сел. Нашему коллективу уже 20 лет. И мы, конечно, не первый состав в нашем селе коллектив, мы уже третий состав. То есть до нас пели наши мамы и бабушки. И вот мы продолжили их традицию. «Сибирская глубинка» — это не просто конкурс, а творческая лаборатория. Члены жюри помогают конкурсантам, советуют, как подбирать репертуар, исправлять ошибки, дают мастер-классы. После выступления судьи нам высказали свое мнение, подсказали какие-то новые движения, как правильнее лучше сделать. В завершении конкурса гала-концерт. Самое большое количество наград оказалось у коллективов из Северного района. Мария Черешнева, Татьяна Кузнецова, Евгений Юрченко. Новости ОТС. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете об уникальной разработке ученых Академгородка, соревнованиях новосибирских кинологов и появлении турецких овощей в магазинах. Россельхознадзор снял запрет на ввоз овощей и фруктов из Турции. В Россию снова беспрепятственно можно возить гранаты, баклажаны, перцы, салаты, тыквы и кабачки. Напомню, правительство нашей страны ограничило ввоз турецких продуктов в конце 2015 года. Однако в прошлом году список запрещенных товаров начали сокращать. Некоторым компаниям разрешили реализовывать продовольствие на российском рынке. В Новосибирске, как считают эксперты, горожане изменения практически не почувствуют, поскольку часть овощей и фруктов, которую поступало в Сибирь до 2015 года, привозят и сейчас. В основном это цитрусовые, на которые запрета не было. Кроме того, большие партии несезонных фруктов и овощей к нам привозят из Казахстана и Таджикистана. Новосибирские кинологи отправились в соседнюю Томскую область, где уже завтра стартует чемпионат России по кинологическому спорту. Соревноваться участники будут в гонке-буксировке. В этом задании собака тянет спортсмена, а сам лыжник проходит дистанцию коньковым ходом. И в дисциплине «Биатлон», где помимо трассы есть и огневой рубеж. Участник должен из пневматической винтовки с 10 метров поразить мишень диаметром всего 6 сантиметра. На это ему положено 5 патронов. Конкуренцию нашим специалистам составят кинологи из Красноярска, Тюмени, Нижнего Новгорода, Алтайского края. Всего 40 спортсменов. В Институте ядерной физики разработали проектную документацию для строительства синхротрона. Того самого, о котором говорил Владимир Путин и который стоит 40 миллиардов. Огромное кольцо для ускорения электронов должно стать самым современным в мире. Тему продолжит Сергей Толмачев. Вот в этом месте он движется вообще поизвилистой. То есть магнитные поля у него меняют знак и поэтому он летит как змейка. Это проэлектроны, ради направленного движения которых и построят синхротрон. Ученые института проводят краткий курс ядерной физики за 15 секунд. Электрон летит с очень большой скоростью, скорость света, с большой энергией. Когда он движется в магнитном поле, он испытывает ускорение. Любой заряд, который движется с ускорением, он излучает. Он является генератором излучения. Заряженные частицы будут направлены вперед. В принципе на движении построена вся ядерная физика. Коллайдеры, циклотроны, синхрофазотроны – все это кольца разных размеров. Академик Геннадий Кулипанов говорит, большую часть таких установок на планете Земля построили с помощью Новосибирского института. А та, которая появится в ближайшем будущем, станет одной из самых мощных. Все мы знаем, что такое рентгеновская трубка. Это весь в одном пучке. Примерно 100 миллионов рентгеновских трубок. Вот так. Не одна, не 10, а 100 миллионов по своим свойствам, которые нужны. Главное – точно зафиксировать состояние частицы за период времени, равный даже не нано, а пикосекунде. То есть секунде, деленной на миллиард. Есть и масса практических способов применения. Сегодня нет такого лекарства, которое выпустят на рынок без испытаний на ядерном кольце. Частицы помогают определить возраст артефактов, состав горной породы или даже вылечить раковую опухоль. У обезьяны, ей специально прививается опухоль, она видна. И нужно облучить ее так, чтобы опухоль погибла, а здоровые ткани не погибли. Вот задача. Правда, это пока только в теории. А сейчас нужно строить само кольцо. Для него не будут рыть огромный котлован. Установка наземная. 500 метров по периметру. Некоторые комплектующие уже создали. Этот цилиндр всего лишь небольшая часть будущего синхротрона. Установка называется кулер. Она нужна для того, чтобы охладить температуру внутри вакуумной камеры до 3,5 градусов по Кельвину. Это минус 273 по Цельсию. Ниже только в открытом космосе. Сейчас уже готова проектная документация. Стоимость строительства 40 миллиардов рублей. Место пока не выбрали. Скорее всего, это будет Академгородок. Главным партнером станет Курчатовский институт из Москвы. В ближайшее время ученые определят, с кем еще сотрудничать на первых порах. В очередь за физическими технологиями выстроились и химики, и биологи, и археологи, и фармацевты. Сергей Толмачев, Александр Ведерников. Новости ОТС. С завтрашнего дня у россиян начинаются длинные выходные. Причем, кроме международного женского дня, будет еще несколько праздничных поводов. Например, день диджея и появление куклы Барби. Одной из самых популярных игрушек. Считается, что каждую неделю в мире продается около миллиона таких кукол. И по неофициальной статистике, в детском уголке у американской девочки в возрасте от 3 до 10 лет в среднем бывает 8 барби. У итальянки 7, у француженки 5, у русских девочек 1-2. Игрушка была запатентована в 1958 году, 9 марта, ровно 60 лет назад. Самая первая кукла, кстати, была в черно-белом полосатом купальнике и солнцезащитных очках. Но даже без привычных розовых платьев партия таких кукол в количестве 3000 экземпляров разошлась мгновенно. Прошли годы. Дизайнеры обновили барби-гардероб, придумали ей друзей, дома и профессии. Кукла-врач, учитель, косметолог, музыкант и даже барби-дипломат. Баскетболисты Новосибирска сегодня проведут домашний матч против одного из лидеров Суперлиги, Спартака Приморья из Владивостока. Конец регулярного чемпионата для новосибирской команды нельзя назвать удачным. Череда проигрышей отбросила клуб на шестую строчку турнирной таблицы. Последнее поражение новосибирцы потерпели несколько дней назад также на домашней площадке, уступив одно очко команде из Иркутска. Причем решающий бросок центровой соперников забил нам за три секунды до финальной сирены. Сегодня новосибирцам будет противостоять куда более серьезный противник. Спартак Приморья входит в тройку лидеров Суперлиги. Команды уже дважды встречались в этом сезоне и обменялись домашними победами. Кто будет сильнее на этот раз узнаем сегодня вечером. Матч пройдет в спорткомплексе «Север» начало в 19.00. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе «Пирс ТВ». Субтитры подогнал «Симон»! Доброе утро с новостями на канале ОТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете об изменениях в работе автошкол, привлекательности Новосибирска для иностранных туристов и нежеланных подарках на 8 марта. Контроль за автошколами усилят. В госавтоинспекции заявили, что будут пересчитывать количество учеников в учебном заведении. И в случае выявления нарушений, действия заключения, которые выдает ГИБДД, приостановят или аннулируют. Проект соответствующего приказа МВД у порядки выдачи заключений на соответствие учебно-материальной базы автошколы, а также на соответствие учебных программ, размещен для общественного обсуждения в интернете. Напомню, что готовить водители в нашей стране могут только автошколы с лицензией и специальным заключением ГИБДД о соответствии этапов подготовки профессиональным программам, утвержденным Министерством образования. Однако нередко случай, когда, чтобы получить эти заключения, администрации школ арендовали помещения, площадки, автомобили в нужном количестве, а получив нужный документ, со всем этим расставались. Новосибирск оказался 22-м в списке городов, которые привлекательны у иностранных туристов. Рейтинг составило аналитическое агентство Турстат. По данным специалистов, в прошлом году наш город посетило более 30 тысяч путешественников из других стран. Сами сибиряки тем временем предпочитают проводить свой отпуск вдали от дома. Выездной турпоток из Новосибирской области в 2017-м увеличился почти в два раза. Одним из самых популярных направлений оказался Китай. Тем не менее, по статистике, каждый четвертый россиянин готов не к путешествию, а к переезду в другой регион ради высокой зарплаты. Таковы результаты опроса Национального агентства финансовых исследований. Чаще других поменять место жительства готовы жители Дальнего Востока, Северного Кавказа и Сибири. Остаться дома предпочли бы многие граждане в Центральной России, на северо-западе страны и на Урале. При этом доля людей, которые действительно переезжают, растет на 1% ежегодно. Сегодня последний рабочий день этой недели, причем по закону он должен быть укорочен на 1 час. Хотя во многих компаниях и учреждениях перестанут трудиться еще раньше, ведь будут поздравлять своих сотрудниц с Международным женским днем. Ну а уже завтра мужчины всей страны отправятся в магазины за презентами и цветами. Чтобы помочь в нерегком выборе, чем удивить, аналитики составили список, какие подарки не хотела бы получить прекрасная половина человечества. Прежде всего, никаких кастрюль и сковородок. Согласно результатам исследований, даже домохозяйки отмечают, дарить кухонную утварь – дурной тон. Как страшный сон, 58% опрошенных видят в качестве презента дешевый бижутериум. Почти половина респондентов считают пошлыми и неуместными интимные подарки. Сертификаты на экстремальные виды спорта тоже не подойдут. Распаковать красиво упакованную коробку с бытовой техникой не хотела бы пятая часть участниц исследования. Примечательно, что почти столько же отказались бы от абонемента фитнес-клуб и на спа-процедуры. Так чему же будут рады женщины? В перечне желаемого – драгоценности, деньги, цветы, парфюмерия и косметика. И в продолжение темы. Россиянки по-прежнему выполняют большую часть работы по дому. У мужчин же две главные обязанности – вынос мусора и обслуживание автомобиля. При этом даже дети помогают матерям с уборкой и мытьем посуды чаще, чем мужья. Такие данные приводятся в исследовании холдинга «Ромир». При этом большая часть женщин была бы рада мужской помощи по хозяйству. Каждая десятая сказала, что справляется сама, а 2% россиян считают, что супруги в делах по дому только мешают. Интересно, что 92% опрошенных мужчин согласились с тем, что должны помогать женам хотя бы в каких-то делах. И лишь 3% уверены, что домашние дела – исключительно женская обязанность. И к другим темам. В России могут начать впускать в кино по паспортам. Согласно поправкам, которые разработал Минкульт, кассиры и контролеры будут спрашивать документы у зрителей, если мероприятие не предназначено для несовершеннолетних. Документам также вводится запрет на демонстрацию трейлеров к фильмам с пометкой 18+, перед началом детских сеансов. Впрочем, в новых поправках есть не только ужесточение некоторых норм, но и смягчение других. В частности, сейчас по закону кинотеатры с репертуаром для взрослых должны находиться не менее в 100 метрах от детских организаций. Новые правила сокращают это расстояние ровно в два раза. Второй год подряд. Хоккейный сезон в Новосибирске продлевают сибирские снайперы. Команда вышла в плей-офф МХЛ и уже на этих выходных проведет первые матчи Кубка Харламова. Снайперы завершили регулярный чемпионат на третьем месте Восточной конференции с личным рекордом в 119 набранных очков. Соперником новосибирцев по первому раунду плей-офф будут черябинские белые медведи. Матчи Кубка Харламова зрители ОТС смогут увидеть в прямом эфире. Трансляцию игр смотрите в субботу и воскресенье в 17.00. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Всем удачи и до встречи.